добрый день дорогие друзья и снова у нас очень интересный случай автомобиль h1 до h1 двигатель бензиновый g4 kg он весь у нас стал нехорошего цвета и дома все в масле скорее всего там конец поршневым кольцам и вообще поршневой группе хана потому что все черное как я не знаю кто такие слова даже произносить нельзя сегодня но и видите что с мотором стало вот такая вот шляпа мы еще дождемся как его разберут и посмотрим что внутри на здесь сразу видно видите цепи и конец а цепью даже порезала носик масляные портсунки ну натяжитель естественно выше уже до упора так что осталось дождаться разборки разобрали почерневший мотор у которого кончилась цилиндропоршневая группа давайте посмотрим что же явилась причиной вот кстати блок его уже помыли нас опередили но тем не менее вот сравнить цвета мытый мотор но блок а вот это вот то что у него в нем было черное вот этот коленчатый вал со сгоревшим маслом он картер у него там лежит головка вся почерневшая все это дело отмывать нужно будет не чистить обратите внимание задиры все-таки есть это вот у нас четвертый цилиндр он прям какая здоровая полоса раз и на втором цилиндре тоже там где были сломаны кольца небольшое отступление по истории вообще этого автомобиля и этого мотора а значит машина была куплена с нуля владелец был один проехал на этом автомобиле 260 тысяч километров и на двухстах тысячах он заменил поршневые кольца ну такой легкий ремонт двигателя сделал кольца поменял прокладки естественно заменил все цепи натяжители запчасти он покупал оригинальные и кольца как ну за слов владельца были куплены оригинально в данном двигателе да хоть были поставлены какие-то левые кольца но тем не менее масло было залито качественное и хорошее обратите внимание значит вот поршни на которых было использовано некачественное масло видеть какая к росту на них образовалась да и кольца залегли масса съемным он они там не шевелятся да и вот одно из колец которые с этого поршни сняли она имеет нормальную правильную форму практически не изношена на прямоугольные видите там у него своя форма правда имеется но мы это так сейчас не увидим с вами слишком мелко а вот это кольцо которое сняли с этих поршней если кольца поломаны обратите внимание какую форму имеет это кольцо он какой огромный износ у него она истончилась почти в два раза соответственно из-за этого кольца поломались вот и из-за поломки колец выхлопные газы попадали в картер все там дело перемешивалось кипятилась вот насколько хорошее масло посмотрите да она горела шкварчала шипела воняло как и не знаю что но тем не менее кольца при этом не залегли они все здесь рабочие видите шевелится колечко хотя компрессионные изношены в хлам это уже качество колец зависит но тем не менее кольца вот эти все живые мы нашли масло какое использовал владелец ну барабанная дробь но это еще не все есть еще вот вот и думаете какое масло владелец пишите в комментариях ставьте лайки то есть вот от чего зависит качество масла при экстремальных условиях работы она не горит хотя из-за того что когда уже все разрушилась до кольца кольца поломались вот она тоже там из стерта как он как фольга гнется тем не потому что горел там все солярка вместе бензин вместе с маслом и на днище поршня конечно есть отложения но это только из-за того что моторное масло горела вот здесь вот на в камере сгорания но тем не менее кольца не залегли задиры на поршнях все равно имеются у меня очень большое подозрение на вот есть два варианта почему износился износилась вот так вот кольцо есть вот так есть два варианта на износ этого кольца первое это либо грязный воздух попадал мимо фильтра в цилиндры до в результате забивалась грязь между частички пыли и грязи забивались между поршневым кольцом и канавкой и внизу результате работы поршня все это дело стерлось вот до такого состояния потом тонкие кольца поломались и задрали блок либо были куплены фальсифицированные кольца а у нас есть видео по моему то ли в инстаграме то ли еще где-то или в тик токе где мы показываем как можно отличить оригинальные кольца от неоригинальных потому что внешне по упаковке эти кольца друг от друга не отличишь у них будет одинаковая синяя упаковка даже можно вот посмотреть кадры взять из фальсифицированных колец и оригинальных колец так что наше мнение вот спорный вопрос да либо кольца левые были да ну владелец не виноват просто ну так не повезло купил не то что нужно либо фильтр был какой-то непонятный либо крышку не закрыли либо еще что-то но хотя вот по состоянию фильтра которое было у него вроде не скажешь что он совсем там какой-то кривой или неправильный но вот наше мнение что это все-таки виноваты поршневые кольца потому что были фальсифицированные куплены а знаете что нам пришло в голову скорее всего владелец смешивал эти два масла так вот раз и заливал и получалась вот такая смесь вся шняга туда летела а этот двигатель нам преподносит очередные сюрпризы один за одним что самое удивительное обратить внимание блок на вот с таким пробегом в 260 тысяч спешу напомнить он не гильзовался видите гильза оригинальная стальная чугунная стоит а блок алюминиевый и если есть этот поясок алюминиевый видите где чугун заржавел здесь вот стальную гильза это заржавела алюминия нет вот если имеется такой поясок значит блок не гильзованный и как вы думаете да пробег 260 тысяч капремонта здесь не было владелец только кольца поменял и задиров то нет задиры есть только от того что кольца поломала на этих самых на поршнях из-за того что дефективные поставили а он здесь даже стерт тут сеточки хона нету зеркало то есть эти моторы же могут выхаживать по 250 тысяч и более toyota еще один очень немаловажный вопрос поскольку достаточно большое количество людей владеет ну не новыми машинами и настаёт такой момент когда возраст автомобиля приводит к тому что цена у него снижается и наступает такой момент как вот допустим в данном случае с этим автомобилем h1 цена ремонта восстановления этого двигателя где нужно блок гильзовать растащивать там хоннинговать головку придется ремонтировать потому что скорее всего ну там вся вот завтра нужно будет все это восстанавливать цепи нужно будет опять же менять натяжители все поршни естественно с кольцами новые ну вал ну тоже какие-то там риски есть но уж есть совсем бедный экономик ну получается что цена данного ремонта до сопоставима со стоимостью автомобиля владелец все-таки решил купить контрактный двигатель и привез его нам для установки дима мотор уже подсобрал потому что привезли мотор голый без навески навеску мы на него сейчас уже повесили вскрыли клапанную крышку и посмотрели проверим там все в порядке что можно будет посмотреть да проверить на всякий случай как гарантия все на мы будем заливать вот такое масло на тачи 530 первый запуск все работает хорошо без звуков посторонне ну вот мы закончили ремонт аж один по замедленному двигателя давайте подведем краткий итог и так поскольку владелец у нас самостоятельно приобрел контрактный двигатель мы его лишь только установили поэтому стоимость работ составит следующую сумму 20 тысяч рублей снять поставить двигатель и 10000 рублей это разборка и дефектовка двигателя ну а вы пишите комментарии ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал с вами был я роман до новых встреч в эфире и и Субтитры сделал DimaTorzok